Привет, меня зовут Алена и вы на канале Века. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать детский замок и как обезопасить ваших детей. Согласно официальным данным МВД России, только за первое полугодие 2020 года 644 ребенка выпали из окна. Почему это происходит? Дети повторяют за взрослыми. И если вы думаете, что 3-4-летний ребенок не может открыть окно, вы ошибаетесь. Вспомните, часто ли вы открывали окно при своем ребенке? Скорее всего, часто. И для ребенка это определенная игра, поэтому он будет повторять это и играть во взрослого. Дети копируют героев мультфильмов, героев компьютерных игр, вселенная Марвел, летающие феи Винкс, ловкие фиксики. Все это вдохновляет наших юных героев на опасные подвиги, поэтому нужно уделять этому больше внимания и не рисковать собственными детьми. Открыть окно реально легко. Это раньше, чтобы открыть деревянное окно, нужно было практически упираться в раму ногой. С появлением ПВХ окон все изменилось. Легкое движение руки и свобода. Но такая простота для взрослых опасна для детей. Москитная сетка не выдержит. Даже самая прочная москитная сетка-антикошка рассчитана максимум на 8 килограмм. Ребенок может опереться на сетку, как на стекло, и последствия могут быть непоправимыми. Какое для всего этого есть решение? Детский замок. Детский замок – это механическое устройство для блокирования распашного открывания. Чаще всего используется накладной замок, который размещается на нижнюю часть окна. Без ключа такой замок открыть невозможно. Есть еще хитрый прием, когда поворотный и откидной механизмы меняются местами. Случайно распахнуть такое окно не получится. Существует несколько других видов детских замков. Оконные ручки с встроенным замком, съемные ручки с заглушкой, скрытые замки и замки с тросом. Все они тем или иным способом предотвращают полное открывание окна. Установка ограничителей открывания возможна на любые пластиковые окна и двери ВЕК и ВХС, реализуемые нашими партнерами. Стоимость зависит от производителя фурнитуры. Самые бюджетные варианты начинаются от 300 рублей. Детский замок – это не только про детскую. Пока ребенок маленький, ему принадлежит весь дом. Подумайте о том, чтобы поставить замки везде, где ребенок может дотянуться до окна. Это сделает пространство более безопасным. И не забывайте, что самое лучшее средство защиты ребенка – это ваша любовь, ваша мудрость и время, проведенное вместе с маленьким открывателем мира. Поставьте лайк этому видео, если оно было для вас актуальным. А как вы считаете, детский замок – хорошая защита для ваших детей? Делитесь в комментариях. И до встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok